Кремовые, нежно-розовые и зеленые оттенки. Тон этой цветочной композиции задает масштаб мероприятия. Важно учесть культурные особенности каждого иностранного гостя, чтобы ненароком не оскорбить и не натолкнуть на грустные мысли. Естественно, цветовая гамма здесь обязательно важна. Это отсутствие белого, желтого и синих цветов. Просто для каждого этот цвет в определенной стране является цветом скорби, так скажем. Поэтому в данном случае мы здесь не используем все-таки это торжественное мероприятие. Чтобы украсить один такой зал, нужно не менее шести композиций на столах. Также оформляются экраны, за цветами прячутся провода и другие непрезентабельные техконструкции. А потому на ногах флористы с шести утра даже праздничный день. Мы привыкли, у нас все праздничные дни, все какие-то мероприятия, мы всегда в работе, всегда украшаем, организуем, радуем людей. Задействованы у нас порядка семи-десяти сотрудников. Это и водители, и протокольные тоже наши службы, и флористы наши самые умелые. Конечно, здесь задействована практически очень большая поставка цветочная. Но можно сказать, что камаз цветов, если для кого-то это будет такой наглядный пример. Собрать их все в правильные, гармоничные и красивые композиции не так просто, как кажется на первый взгляд. Флористу хорошо иметь художественное образование, владеть навыками агрономии и ботаники. Ну и, конечно же, уметь видеть прекрасное и находить необычное в будничном. Всю жизнь учиться приходится. Ну, это интересно, потому что если ты застрянешь на каком-то одном уровне, ты не будешь развиваться, и ты уже будешь неинтересен даже в плане вот просто продаж. Работа у нас не всегда бывает красивая, эстетичная, она в то же время тяжелая, потому что работа на ногах, но она приносит свои плоды в виде радостного настроения и других людей, и себя.